Я тоже думаю о чём. Не буду я руками трогать его. Привет! Привет, ребята, опять у меня по-прежнему заводарив. В руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это долгожданный выпуск. Я понимаю, что вы сейчас не можете поверить своим глазам, потому что это реально моменты жизни, да, а не за сентябрь, но я думаю, ничего в этом страшного нет. Так, у нас лайв-стала форма, где я показываю, что произошло за месяц моей жизни с нашим татар-френдхаусом. Если что, на канале есть целый плейлист отдельный для моментов жизни. Ну, а мы с вами начинаем! Машулька-то у нас кукла Чёва. Я говорю опять. Молодец. Маслиманская кошка какая-то. Боксинг-кадари. Well, 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 well. Сегодня мы с вами вновь что-то распаковываем. На этот раз неожиданная распаковочка. Я её, честно, не планировала. Мы же ездили в Абхазию, и море у меня забрало мой фитнес-браслет. И Сашулька на днях говорит, что какая-то акция у Хонора. Можно купить наушники. Хонор AirBots to Light. И в подарок идёт к ним браслет. Я такая думала, бью-двуз это сразу, и куплю наушники, чтобы у меня был браслет. Вот сразу можно увидеть, что наушники типа AirPost. Но это Honor AirBots. You know? You know. Напишите в комментариях, как правильно Honor или Honor. Потому что все по-разному говорят. Я говорю по Honor, Россия. Наушники с шумоподавлением, с сенсорным контролем. Их можно за 10 минут зарядить и 32 часа пользоваться, как заявляет нам производитель. Выглядит вот таким вот образом. Ну, прям реально. Добротно. Солидно. Приятно клеим по хлебу. Молодцы, китайцы. О, как. Слушай, очень хороший магнит. Он прям, типа, да. Главное, что тут не написано, что это Honor. Все подумают, о май гад, это всё AirPost, это каяс. Скажите мне честно, я одно время думала, ну, окей, ладно, куплю. Первое поколение AirPost стоит около 14 по тем временам стоило. И ещё второе поколение, чуть ли не 25. Вот. А говорят, что не особо-то и лучшего качества, собственно. А я думаю, зачем переплачивают? Для чего? Зачем? Боксинг, Адарья. Второй у нас на очереди. Вообще, мне нужны были фитнес-трекеры. Я думала, покупать Apple Watch. Но мне не особо нравится то, что они очень мало держат зарядки. Ну, опять тут вся фигенька. Этот высоком. Когда-нибудь посмотрели на обзор высоком? Он всегда открывает коробку и выкидывает. А на Авито, между прочим, эти коробки ещё продают. В комплекте очень странная зарядная вот эта станция. Серьёзно? Да! Что удобно здесь? Здесь сделан двойной ремешок. Ну, в плане у вас море не заберёт этот ремешок, потому что вы раз продели, зацепили, и ещё раз сюда продели. Типа, это настоящий ремень. Вот так вот мы подключаем. Нужен нам адаптер. Все, я его рядом найду. У меня вот такой вот адаптер. Проблема, понимаете, нынешняя, что везде сейчас разные адаптеры. Вот у меня нужен такой вот адаптер для чего-то. Где-то с USB. Где я это найду? Блин, вот всегда, знаешь, не люблю читать инструкцию, но походу придётся. Ладно, я думаю, они, видимо, просто разряжены. Самое главное у меня шагомер и часы. Потому что я по обычным часам, по циферблату не понимаю, как это. Вот такой вот был недообзорки компактинг. А сейчас мы с Машулькой пойдём в пятёрочку покупать арбузом. За арбузом пойдём за 24 рубля. Моменты жизни. Машулька нас сейчас просто поразила своим изобретением. Машулька, презентуй, что это? Вот есть такая закрывашка. Батон за 10 рублей. И пряники непросто. Да, всё очень сложно. Я придумала так закрыть, чтобы они не сохли. Они же, чтобы старыми не были, да? Маш, у нас не любят кушать старые. Я сейчас уверяю, что вот у Джорджа есть вот эти прутики, и он как будто ест шашлык. Увидишь, как делаешь? Ммм, шампура. И шашлычек под коньячок. Кусноучий. Кринж. Итак, мы готовы. Ну-ка, крутим. Ну-ка, ну-ка, покрути. И тебе попалась... Family! Кринжек поставим. Let's go. Okay, let's go. I have not big family. My native family. But now I'm not live with my family. Your name's Sasha. Clear our flat. Время кончилось. Странделась. Я там такое хорошее предложение сказала в самом начале. Я же себя в шоке на самом деле. Юля купила в самокате торт Наполеон. Говорит, что у нее там нет хруста безе. Моя Шулечка в шоке просто с этого происходящего. Старый, что ли? Попробовала. Это неплохо. Хруста безе нет. Крем не тот. Он не пропитался крему, поэтому он такой твердый. А еще Юля нашла какую-то углевую маску. Покажи, пожалуйста, нашим зрителям. Покажи. Шикарно. Скину за 500 рублей. Да, 50 рублей. В выходной день Сашулька пытается купить по Пушкинской карте какое-нибудь мероприятие, но у нас выходит ошибка. Он уже звонил по Чабанг, они не знают ничего. Наверное, уже все слышали, что 14-22 года вы можете сделать Пушкинскую карту, где правительство вам даст 3000 рублей на культурные мероприятия. Мы с Сашулькой хотели сходить в разные музеи. И знаете что? Мы не можем оплатить билет. Вопрос. Зачем нужно было делать эти карты, если они не работают? Сейчас Юля решила посмотреть всякие мероприятия. Смотрите, что сделал Яндекс. Нельзя. Потому что нельзя. Нельзя. Пушкину тут не рада. И хоть нам не повезло с этой Пушкинской карты, мы решили все-таки с Александром не оставаться дома и поехали в город Пушкин. Смотри, как символично, да? Мы сейчас пойдем в тот парк, в царское село. Будем гулять там, пока нормально дождь не льет. Вроде бы не должен. Мы потому что зонт не брали. Приоделись. Александра у нас вот такой вот модный кавалер с новым политишечком своим. Петербуржец, что сказать? У тебя же карты петербуржца есть, конечно. Петербуржец. У меня тоже есть карты петербуржца. Мы были с девочками в том году, год назад, прям ровно. Нам очень тогда понравилось. Я сейчас хотела провернуть такую небольшую аферу, аферисты в сетях. У меня есть студенческий, но я его не продлила. Два года же не продлила. Я думала, по студенческому скидка какой пройдет, но она такая посмотрела, такая, у вас он не продлен? Нет, не будет скидки. Такая, блядь. Мы приехали со Шулькиным проверить нашу локацию Татар Фрэндхауса. Строит еще, достраивает. В тот раз, когда мы с девочками ездили, было побольше народа. Прям очень много. Нам повезло, что сегодня солнце, и не этот... Особенно, когда мы в электричку заходили. А там дождь идет. Сашулька разочарован, что цветочки брали без его ведомых. Кто позволил, я сейчас распоряжусь. Что, тебе пушкинская карта не проходит, а ты чем распоряжишься? Представляешь, что по факту они, ну не все это прошли. Место есть, комната есть, а они там и не бывали толком. Может быть, да. Я уверен, что так и было. Я тоже так и думаю. Прикинь, они многих... А зачем, подожди, вот зачем, допустим, императрица, да, и идти там в комнату какой-то служан? Тебя же не пойдет? Нет, я имею в виду, что, типа, много комнат, она даже и не была, она даже не знала про них. Ага, я тебе про это и говорю. Может, на какие-нибудь тайминг были, секретики? Стоим, покупаем билеты, там какой-то граф орлов. Думаю, я-то знаю, мы-то все знаем, что это за орлов. Ты смотрел фильм, ты же смотрел великое? Нет, не ту велику, не ту велику. Какую красоту мы нашли. И вот тут вот надыбали. Сейчас мы подальше отойдем, вам покажем вот эту турецкую баню, за которую еще нужно платить за вход. И Александр сделал предвыборную красивую фотографию, Александр. Голосуйте за меня. Голосуйте за Александра. За цветы. Ну, покажи нам, бликует. Забавно, забавно. Сейчас шел дождь, такой моросящий, такой промозгл, стало прохладно, еще перчатки надел. Мы укрывались вот в той хибарке. Александр думал, когда мы сюда шли, говорит, что за мусульманское место. Потом говорит, что это? Оказалось, что это турецкая баня, которая, чтобы зайти, вам нужно сплатить еще 200 рублей. Нашли вот такую странную птицу-невелицию. Мы не понимаем, кто это. Это не утка, она как-то по-другому. Не селезень. Не селезень, извиняюсь. Александр, у нас орнитолог тот еще. Не понимаем, что это. Кто это? Она ворует траву. Траву? А она заплатила за эту траву, а? Она ее съела. Что мы можем вердикт, какой сказать, по Пушкину. Хороший такой, ближайший к Питеру город. Но он, кстати, относится к Питеру. То есть это питерское место. Мало народу, побольше кислороду, машин. Но они все равно очень какие-то гудящие тут. Короткие светопоры. В принципе, место хорошенькое. Но, как бы жить тут, вот Александр говорит, вот я бы... на постоянном месте жительства бы это не выбрал. Ну вот на месяцок. Да. Ну, чисто тут жить, в Питер не ездить. Тут чисто, как бы, потусить такой городок. Ну да. В Питере, мне кажется, вообще народу не... Нам нужен, это, кис. Мода, хайп. Мы заметили, что тут нет многоэтажек. Хорошее место, приехать отдохнуть, погулять. Все мегаполисные суеты. В общем, мы ставим лайк. До Питера, от Питера до царского села, это город Пушкин, 30 минут на электричке. Так что, ребята, кто живет в Питере, имейте ввиду. Но мне Александр рассказал, что у каких-то университетов есть здесь общежитие. Вы представляете? То есть, ребятки ездят сюда, в другой город, живут, и каждый раз ездят на пары в Питер. Вот это, конечно, мозготрепка, конечно, еще та. Моменты жизни. Ты мне до слез дырела. Короче, ситуация в том, что мы сейчас сидим. Сейчас сидим, и Маша показывает свою пушкинскую карту, что она там смогла поменять аватарку. Говорю, поменяй мне. Я ей показывала, она такая, ой, я не помню, и вышла с этих госуслуг. Я не помню, как я тогда зашла. Типа, я что-то дырыкала, и оно зашло. Я сейчас вожу тот адрес, на который я думала, он не работает. Очередной выпуск, как Юля, что-то лохонос. Юля и поддержка приложения. Даша Юлечка просила меня обработать ей фотографии. У меня для нее есть определенные сохраненные пресс-обработки, которые были у меня в ВСКО. И в какой-то момент Даша перестала просить меня ее фотографировать. Я перешла сама лично в Lightroom, поэтому я удалила вообще этот ВСКО, потому что полторы тысячи за год платить. Excuse me. Excuse me. И тут Даша опять попросила ей обработать фотографии. Я скачала опять этот ВСКО, и у меня там пишут, что именно тот фильтр, который мне нужен, нонплатный. Я думаю, ладно. Зашла через другой аккаунт, вижу, что подписка 7 дней бесплатная. Думаю, ну а плачу? И сразу же пойду отпишусь. Я так и сделаю. Пошла, отписалась. Ну захожу, и мне приходит оповещение, что снились мои полторы тысячи рублей. Ну я сразу же написала в пиндосе. Писала на английском письмо. в школе все-таки нам уже нас учили. 147 у своего другу. Говорю, where is my money? Give me my money back. Светил Лиам вчера. Говорит, обращайтесь в техподдержку в Google. Я смотрю, а Google говорит, в Google Play надо там. А я не в Google Play, у меня... у меня айпхоне. Это айпхонбаны. У них рабочий день только начался. А то, значит, когда я им написала, у них был еще где-то обед, наверное, обеденный перерыв, потому что они мне сейчас только вечером ответят. Что они целый день делали? Обрабатывали мои заявки? Что пишут? Они говорят, что в Исконе занимаются напрямую возвратом денежных средств, и теперь этим должен заниматься Apple. Надо с ними общаться. Погоди, то есть деньги они снимают так сразу, а как возвращать? Нет. Угу. Должны проходить через... Как ты так хорошо быстро читаешь, там еще и перевод дали? Я же переводчиком. А-а-а! Ну, хорошо. Мы обычно ложимся в 11 часов спать. И сегодня ночью... Я обычно ложусь у меня ментально, я уже сплю. Она ложится, но засыпает, она где-то через час-два. В общем, сегодня ночью я очень плохо спала, потому что Бима прокинула Джорджи, в общем, что-то шумело и не могла нормально уснуть. Думаю, сейчас Толягу спать? А Юля мне заверяет, уверяет, утверждает, что мы не будем ложиться спать, потому что сегодня у Инстасамки в 12 часов ночи выходит Липсихай. Между прочим, с Майей ждем этот трек. Я только сейчас узнала, что она с Майей его ждут этот трек. Я подписана в группе ВКонтакте, у меня написано с Майей выходит. Чио! Даша, ну смотри, еще часа у тебя будет полноценный Липсихай, Липсихай. Маме надо. Я не знаю, мне радоваться, мне что я. Радоваться? Хотите, Джордж вам покажу? Смотри. Что это мой Джордж? Давай, Липсихай, 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 мимо нехай. Джордж не будет спать. Маме надо. Да он и так, и так не спит. Ему хоть Инстасамка, хоть что. 5 минут до выхода. Липсихай. Юля, давай. Трек будет очень, не очень. Пушка бомба. Пушка бомба. Осталось 4. 4 ваше слевое часо. Минуты. До. До выхода Липсихай. 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 До. 8 минут. 8 минут. Калды. Рахнайт. Фо. Этеншн. Бэнкью. 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 Рахнайт. Вот ее уже ТикТок. Да вы знаешь уже сколько людей там ждут? Блин, я знаешь, тоже жду как бы. Да? Да. А она что говорит? Ничего не говорит. Где трек? Даша. Я жду. Ты очень эксцитинг. Я вообще очень эксцитинг. Я хочу спать. Пойте. Го. Инстасамка. Ай вон. Ай вон. Ай вон. Ай вон. Дрэк. Нау. Бэч. Шуля, заходи сейчас. Аликсик хай вышел. Инстасамки буду слушать. Я не помню. Да, я знаю. А Шуля, вышел. Садись рядом. Все, девочки, вот это все. Давайте ваша аптсинка. Слишком много ждать. Мы ждали с Мая. Смай, наша истинная фанатка инстасамки. Даша, возьми, ебкалип. Думала, что будет бомба. Джорджа Купау. Ну, слушай, в принципе, неплохо. Как всегда, я какой-то кусочек выстреливаю. Бэнер. Моменты в жизни. Там станешь, станет купишь. 350, 350, 350 и точка, я... Нет, 335. Я вообще 300 хотела. Я тебе 35 накинула. Что ты там играешь? Монополию? Ему отдала дорогу. Я ей отдал еще водопровод, еще и 200 сверху. 334 и симочка. Она черный риэлтор. Ты не понимаешь? Я сказала, я даю тебе подумать, у тебя два варианта. Либо, я повторюсь еще раз, 335. Четыре. И семечка. Да ладно? Нет. Что она говорит? Она говорит, ладно. Сегодня у нас опять выходной, опять суббота. Пока хорошая погода в Питере. Мы поехали с Александровым на этот раз в Павловский парк, Павловский дворец. По Пушкинской карте мы вход оплатили и сам вход в дворец. Потому что мы не собираемся платить из своего кармана. Этот парк очень длинный, очень большой. Пока что это лес и много народа. Нашли такой объект. В картах написано, что это музыкальный павильон, зал. В то время слушали Моргенштерна. Самое главное, что тут написано на заборе, объект охраняется собаками. А тут нет никаких собак собаки. Пойду, показано, пройду. Заметили такую штуку, что тут воздух, во-первых, другой. Немножко все по-другому, чем в Викторинском парке. Хотя он находится довольно-таки близко отсюда. Кто еще заметил? Воздух тут пахнет грибами. Грибгами. Тут, кстати, многие люди собирают грибы. Прикиньте, они заплатили за вход и собирают еще грибы. А купают. Дышать очень хорошо. Мне прям нравится этот чистый, свежий воздух. Прям. Мы смотрим каждую тропинку, льдинку, чтобы пройти. Наш дворец, за который мы заплатили. Ты знаешь, так на нашу бычку похоже. Это огромный муравейник с видом на пруд. Ты понимаешь, дворец, элитное муравьинное пространство. Мы сейчас слышали, как дятел долбит дерево. И белочка. Если бы я была белкой или дятлом, я бы тут жила. Мы пришли на вот такое вот место. Причем мы стоим посередине пруда. Такая небольшая тропиночка. Мы пришли на какое-то прям вот местонахождение. Называется Новая Шаля. Но там было написано, что он разрушен, что он утрачен. Мы подумали, что какие-нибудь там развалины остались. Ничего подобного. Там нет ничего. То есть просто обычные деревья. Говорим сейчас сутку от суицида. Потому что так. Отставить суицид. Здесь очень много родителей с детьми. И причем дети все маленькие такие плюс-минус. То есть я не видела особо подростков не видела. И они все пищат, лежат, верещат. Моменты в жизни. Юли нашли в тиктоке туториал. Как свистеть двумя пальцами. Юли говорит, что раньше ее бабушка научала как-то. Мы сегодня еще... Ну-ка. Я тоже так хочу. Ну-ка. Я короче как-то у меня воздух вот снизу идет. Вот вот так вот. Так, так. Я тоже так хочу. Э! Я не хочу, что я смотрю от меня. Благодаря тиктоку. Юли пытается научиться теперь цистеть. Я не понимаю. Можете поэкспериментировать. Приложите к нему язык целиком. Или только его кончат. Моменты в жизни. Сейчас девочки решили сходить прогуляться. Вы посмотрите. Это как Лелик и Бойлинг. Кто из нас старше? Делайте стар. Юлечка, ты взяла свою младшую сестру? Дай мне ручку. Дай мне ручку. Мама отпустила вас? Я даже рукаверзи натягиваю. А, ты же такие машуни. А, у меня сегодня пятерочку получила. По труду. Питер мне. Мама сказала, что в Макдональд зайдете? Да. Ну все, я погнала в аэропорт. Потому что сегодня вечером у Кафеста вот эта мадам меня провожает. Да? Я считаю, что сегодня должен быть суперхороший, плодотворный день. Потому что сейчас я доехала от дома до Пулкова за 179 рублей по ВК вот этому такси. Прикиньте, с какой-то скидкой. Я в нужный момент зашла и так скидка прошла. Когда я чекала, там по 600 рублей. А тут за 179. Здрасте, здрасте, мордастик. Ой, какой красивый мальчик сегодня тут ко мне. Какие у меня наблюдения, пока я нахожусь пару часов в Москве? Тут очень много народу. Это понятно. И тут капец, какое загруженное метро. В плане, это реально паутина. По памяти я бы не смогла вообще вспомнить, куда, что надо идти. Питерскому метру я в этом случае ставлю лайк. Но минус, тут можно не на автобусе доехать, например, до дома. Есть ближайшие станции. В Питере тебе придется еще от ближайшей станции метро ехать на автобусе до своего дома. Как бы плюсы и минусы. Но, не знаю, мне не особо симпатизирует Москва. Скажу вам честно, потому что Питер в моем сердечке. А пока я нахожусь в Москве, я решила посетить друзей из Укулеле-центра. Пойдемте, сходим. А я вам напоминаю, что в магазине Укулеле-центр и Динатон действует скидочный промокод КИРПИШ21 на все укулеле и аксессуары к ним. Например, здесь вы можете пощупать и приобрести себе электроукулеле. Или на басу. Поэтому можете купить обалденный инструмент. Выгодно. А еще для всех тех, кто будет покупать что-то по моему промокоду КИРПИЧ... КИРПИЧ? С грибками. А у нас пирожки с грибками. А еще для всех тех, кто будет что-то приобретать по моему промокоду КИРПИЧ21 в магазинах Укулеле-центр или Динатон, будь то это струны или укулельки, то лично от меня я дарю вот такую обалденную открытку. Да я еще подписалась с этой ручкой. Вы посмотрите. Да. Но все для вас, все для вас, ребята, успейте. Их не так много, реально, не так много, поэтому выживайте миши, вырвайте все миши. Именно в черную точку смотрим, да? И легко можно перейти вот так, потому что качество не портится, Никит, понимаешь? С личным мастер-классом приехала в Москву, чтобы показать ребятам, как надо хорошо снимать контент. Бегу сейчас как не в себя, немножко опознанно укулеле-центр, но я знаю, что буду выступать где-то там под самый конец, сейчас выступают дичульки. Поэтому, ребята, дождитесь сейчас, все прибегу и мы сделаем фотографии. В общем, все, что вы хотели, мы с вами сделаем. Представляете, мне ко мне на икулеле-фестиваль пришла Юлечка. Обалдеть, как тебе атмосфера? Классная. Знаешь, сколько их много, да? Много. Все приди посмотреть на тебя. Ой, да ладно, что, друзья, еще чуть-чуть и начнешь тоже играть, представляешь? Да. Ну, посмотрим. Давай. Наконец-то, Дашу кирпич. Интересный факт, по-татарски рахмет значит спасибо, поэтому сегодня мы узнали новое слово рахмет. Лонгле, Лонгле, I'm so lonely, ты меня, а я с рубля. Ева, я любила тебя, твои глазки не слушала я, и в каждой находила себя. Зачем остановила меня? Ах, Ева, я любила тебя. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Так, напомним много слова, которые мы сегодня выучили с вами. Рахмет. Рахмет. Спасибо. Юлечка, расскажи свои эмоции, как тебе фестиваль. Это человек как бы вообще далек от музыки, далек от укулеле, и она знает укулеле благодаря только мне, потому что мы как бы с ней очень давно знакомы. Юлечка, слушай тебя. Это был очень классный фестиваль. У меня было никакого пафоса. Собственно, они друг друга поддерживают. И еще плюс в мероприятии в том, что там собраны очень разные жанры. Это то, что ты слушаешь что-то такое милое на французском, потом хоп, такой и рок. Это очень клево, ребята, если даже вы никогда не ходили, то сходите, вы не пожалеете. Моменты в жизни. Привет! Так неожиданно и приятно, очень приятно. Мы встретили Нелю, вы представляете, как мы без Нелли в Москве. Ну и мы с ребятами поехали в музей яда. Нелли, ты меня смешаешь! Мы с Сашулькой уже пошутили, что мы идем домой к себе. Девочки, это гадюки. Там, короче, какие-то гадюки, скерпионы. Скирпионы. Это прям про нас, это наша хата. Мы идем сейчас к себе в музей яда. К подружкам-гадюкам, да? Так, к девочкам возвращаемся. Идем по Пушкинской, естественно, карте. Естественно, по Пушкинской карте ни слова больше, ни монеты больше. Кажется, в пятиэтажке есть вот такой вот лифт закрытого типа. в пятиэтажке. Дима, в пятиэтажке, это вот ваше все Москвой. Мы пришли, мне кажется, в самое любимое место всех петербуржцев. Это грибы. Давай-давай, интерактив. Первая часть. Так. О! Так? Давай, идищикино. Ну как свет свет? Вау! Это что за партнер? Это монтаж невероятный. А я, интерактив, это просто что, включить, включить, включить. Вот тебе интерактив, а это чтобы подняться, да я пустил. Нет, это же дело для маленьких детей, чтобы там что-то дергать, скляткать, скляткать вот так вот. Скляткать. А? Вот это, я понимаю, реально полное погружение, потому что это лук, это кусок луга. А можно что-нибудь нюхнет тут? Дима, Дим, 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 это Дорама. Ничего себе. Тут что-то, 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 стекло. Здесь лежит аммонит Юрского перелега, Рязанской области. Он вообще лежит около порога. Ой, баба, я уже считаю, ты боешься, баба. Смотрите, вы знаете, что вот это создание, милое, тоже ядовитое, обалдеть. Яд втирает в мех. Да. Это портеля 280 рублей. Итак, лягушка. Это кто у нас? Листолаз ужасный. Батрахоттокс. Батрахоттокс. Сильнейший яд. Можете нормально кто-нибудь прочитать. Прочитай, что ты такая умная. Батрахоттокс. Ход. Куксин. Батрахоттокс. Батрахоттоксин. Вот на это выделили 5 миллиардов. Опять? Мы пришли именно на выставку яда, и это вся выставка. Все, я думала, тут будут колбы, дальше там всякие пошарные люди. Все, пошарные люди. Пошарные люди. Ну, может, там у тебя поедала, ты что-то видишь. Мало яда. Мы здесь яда. Мы двигаемся, у нас живая съемка, мы гуляем по Москве, хорошая погода. Дима мне сказал, что мне не нужно поворачиваться налево, чтобы снять первую реакцию мою какого-то... Как собор непорочного зачатия. Спасибо, спасибо, оператор за кадром. В общем, какой-то собор, он должен быть, говорит, супер таким красивым. Красивое оккультуривание. Красивое оккультуривание, вы уже видели, я еще не видела. Давай, мать. Сашуля, летс гоу. Блин, вот это охотика. Эти ребята смотрели все великолепный век, у них какой-то свой фандом. А я не смотрела великолепный век? Я не знаю. Ужас, кошмар. Вы смотрели великолепный век? Симбеляга. Симбеляга. Классный. Я говорю, я посмотрел, я уже знаю, чем эта свадьба закончилась. Если он ее возьмет, он потом на ней не женится. Опять повернулась, привернулась, что-то траля-лян, и что. Это дорама, она медленная, скучная и так далее. Там много ажиотажа. Там очень много... Ажиотажа. Она хочет отомстить. Как она, например, простой пошла против династии правящей, да? Как она из рабыли стала, по-моему, с конечными родами? Смотрим на небоскребы, пентхаусы, и рассуждаем, сколько это все стоит. Мы щеки... А ты присоску ставишь за окно? А ты не можешь открыть окно. Тут все окна глухие. Как будто сам строил. Там есть, знаешь, как там окно открывается? Оно в пене есть, тут такое... Откуда Саша сейчас знает? Я понять не могу. Ты что у нас? Поехали на Амциган. О, они тут в какой-то тишине. Что-то сделать? Я сейчас буду читать книгу. Не ведите громких переговоров. Понял? Молчать. Так что заткнусь. Молчать. И ты заткнись. Тихо. Мы сейчас с ребятами смотрим свои фотки на айфонах. И Саша смотрит для вас. Какой переход-то? Он же тропит. Это что такое, да? Это что за кресть? Это индийское кино монтаж. Ой. Интрига, да? Интрига с кандалом до расследования. Моменты в жизни. Ну все, мы с Александром учаливаем обратно к себе в Питер. Приезжаем сейчас к девочкам в наше красивое логово. К нашу Токсик. Сейчас мы едем в аэропорт, сели на автобус, а водитель автобуса пропустил поворот в аэропорт. И мы сейчас идем пешком в аэропорт. Знаешь, что пропустил? Он развернулся на Москву. И он уехал в Москву обратно. Ладно, у нас есть время запаса. Он даже остановку не объявил, типа, я дальше не поеду. Просто люди все-таки в растерянности все делают. Все-таки, пошли, пошли, все-таки вы. Но они не на того напали, потому что Александр звонит на горячую линию, чтобы регулировать данный вопрос. Почему так получилось? Они не знают, кем работает Александр. Вы знаете, кем работает у нас Александр? И где он работает? Приехали мы в Питер. Захожу. А тут Маша новое хобби нашла себе. Носок вяжет. Один. Второй вязать не будет. Наша тебе сколько лет? 51. Это моя первая жизнь носа. Потом жилетки начнешь вязать. Сколько? Ну, еще чуть-чуть осталось. В общем, мы сейчас смотрим мастер-класс от Машульки. Мы с Сашей всегда хотели научиться вязать. Я бы хотел шарф вязать. Да. Мы сходим в Леонардо, купим пряжу. Хочу рассказать вам секрет. Я бы шарф вязала. Покати, хочу рассказать секрет. Я хочу рассказать секрет. В общем, когда у меня был урок технологии в школе, это был класс 6. Я не могла вязать, и я у девчонки, которая умела вязать, забрала работу и сделала, что это, типа, моя работа. Я сколько раз пыталась вязать. У меня она как-то срабатывает. Юлечка, они решили тоже вязать, прикинь. Машулькинала крючком легко вязать. Будем сидеть вечером и вязать. На шанс нужно очень много. Знаете, мы из края секрет, то, блядь, бисер, то вязание. А что, бисер есть? Мы слушались девчонок и пришли в Леонардо, чтобы покупать пряжу. Мы реально сейчас будем учиться вязать, потому что я давным-давно хотела, но не умела. Вот этот. Что там как-то круг? Что ты смеешься? Ты вот это вот так, вот это через это проходит. Да, получилось. У тебя получилось? Ну вот. О! Победа! Успех! Вот так вот? Типа берешь вот так? Нет. От себя. Ну, то есть к себе. Под низ. Все. Почти. Давай еще раз. Пружок юного рукоделия. Кто черный плетет? Я тоже начала плясти. У меня плетут бисер. Вязать. Вязать. Вязанка. Мы начали смотреть, как у себя офис. Пока что я в стрессе. Пока я никак не начали. Моменты жизни. Привет, ребятня. Мы заболели все вместе. Сначала заболела Юля, потом заболела я. Что я делаю? Ничего. Нет, мы же начали с вами вязать. Я уже вяжу вот шарф, у меня выглядит как юбочка. У Александра, ты посмотри уже, как у него. Нет, ты посмотри, он типа работает. Что охерели? Я вчера в полночь вязал эту херню. В полночь, потому что у нас это интернет закончился, я у меня смог смотреть их в результат. Я сейчас сижу, вяжу, смотрю, пробили Алис документалку. Два с полной часа идет, жесть какая-то просто. Может, есть шарф? Но прикольно. Юлечка, давай тоже продемонстрировать вот это. Это будет свитер потом, как лоскутками же есть, как лоскутное дело. Александр, вот этот мосье, решил взять себе хомяковку. У нас будет еще один хомяк, и сегодня у деда убралась. Он мне подходит сейчас такой, и заходит и говорит, а хомяки джунгарские воняют? Я говорю, ну нет, если ты у них убираешься. Через час привезут хомяка, и у нас будет еще хомяк. Сашулечка, как ты его зовешь? Реально, как ты его зовешь? А я и говорю, а мальчик это или девочка? Мы зависли, Султан Сулливан. Мы зависли, Султан Сулливан. Юрен. А вот у меня Юрен купили. Это не в танковье. Не знаю, помните вы или нет, когда мы переехали три года назад, у нас уже появились хомяки, вот такие Джорджу уже там три с чем-то года, Сашулю, которая была луна, погрызла его. Мои укулеле, его штаны им отдали. Сейчас он решил наступить на те же самые грабли. Он взял одного. Вчера легли спать, все, везде тишина, типа идеально. Даша такая, все, спать, 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 спать. Обычно, как я лужи спаю. И Даша начинает прогайморить свою историю, рассказывать. Машуля у меня спросила, было ли у меня гаймори. Ты такая, да. Сейчас же Сашулька поехала за хомячком себе. Новую зверюшку нашла. Хомяк приехал к Саше. На такси. Где этот малыш? Маленький такой, господи. Ты посмотри. Ну давай, анбоксинг хомяка. Какой он маленький, господи. Ты кто? Он общий мелкий. Вы видите это? Тебя, тушке, ой. Ты слышишь, что я не буду? Все, путь, ах. Так ты и так ночью не спишь, хорем Султан свой смотришь. Теперь не будет с одинокой смотреть. Ну что, будет пати у нас. Будешь кататься? Машулька у нас связала-вязала и сплела вот это. Вы посмотрите. А как это называется? Что это такое? Повязка на голову. Какая-то умная. А можно носить и шапку, и эту, чтобы вообще было тепло. Она сидит, говорит, я Биме этот вижу, шарфик. Бибечки. Ну что, Биба будешь? Надо ли в улице листать? Биба будешь? Биба. Биба. Просто такой же Бибу теперь. Ты такой, скорее, Биба, тебя отбудили. Как гармонично пойдет пятерочку за хлебом, а? За чипсиками. Поход за чипсиками. Поход за чипсиками. Александр, что у нас приготовил? Мама моя говорит, что он поваренок у нас. Прям вот гордо на рамзе отдыхает. Вот мышонка назвали Милли. Все. Повар с хамьяком. Просила Машулечку мне помочь расстелить. Как помогает мне Машулечка? Два в одном. Два в одном. Вон бешбармак наш идет. Машулечка. Моменты в жизни. Мы сделали Дарье ноготочки. Такой цвет мы еще никогда не делали. Я чувствую себя Били Алиш, которая поменяла формат. Которая раньше хотела в мешковатой одежде, а потом бац, пришла с платья. Это красная? Нет, не совсем. Ты готова? Реакция твоя, да? Давай. Это Машулечка такая, говорит, давай здесь делаешь. Блин, прикольно. Ого, роковая. Ну ты вообще, конечно, рок-н-ролл отрыв. Под футболку у тебя подходит. Может, это специально свет такой вот. У меня сегодня очередное занятие по английскому из Титчер, моей любимой. Hello, teacher. Смотрим «Свинку Пепу». Мой любимый сериал. Мой любимый мультик. Титчер сделала все возможное, чтобы я училась. Ну что за прелесть? Чего случилась? Да кто-то положил пряник, пряник. Чем пряник? А ты не любишь пряник? Я терпеть не могу. У нас в семье пряник и зефир не дружат. Норы лешен шип никаких. А он тут открывает, у тебя на вас рюкриз пряник. Она покраснела, чтобы по нему было. Я ж покраснела. У меня ж плохо стало, девочки, давление. С Машулей любим пряники. Юля терпеть не может пряник. Уберите это от меня. Сейчас у меня зефир весь пропахнет пряником. Убранным. Убрать. Убранным быстро. Пряник. Не буду я руками трогать его. Убранным. Убранным. О, молодец. Алло. Итак, Юлечка у нас сидит и из дома работает. И вот что она уже наплела за это время. Рассказывай, что наплела, а что навязала. 25 штучек. идти катка как тебе под цвет штанцов ой это я грамм флоп копыт мы сели вышли синтез я выиграла саша хотел у нас самый первый выйти но не фортанула первые конца было если выпадает эта карта вам нужно взять три карты еще а если выпадает еще одна этого шесть не так ну типа а дальше мне кинул эту карту думала что я возьму три ну нихрена я ей перекинула еще одну такую же и взяла она уже не три а шесть и скрикнула как свинья как и у нас хватит играть не сегодня игр клёвая игра называется свинтус всем рекомендую это как типа у на но лучшая версия если тебе понравился данный выпуск обязательно поставим лайк напиши в комментариях что у тебя нового произошло в жизни но меня по-прежнему зовут дарья скоро увидимся пока 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 пока